Мы не так лихо шутим, как кажется в передаче И самое главное, иногда мы запинаемся в предложениях и переписываем их по 45 раз Поэтому вас сейчас ожидает совершенно незабываемый экспириенс Ну что, поехали? Лена, хлопай! А теперь все вместе, друзья! Так странно, да? О, Жилер! Ребята! Ребята, привет! Если вы нас сейчас видите, значит вы заметили, что мы больше не одни И сегодня впервые в истории позавчерашних новостей мы снимаем приживой аудитории Это позавчерашние новости, спецвыпуск совместно с H&M и наша главная эко-повестка Еленка Я до мурашек вообще Мы начинаем Итак, друзья, я думаю, сегодня вы заметили, что мы не только находимся в магазине H&M Кстати, в самом большом H&M России Мы с Еленкой начали сразу, крупными масштабами, да, не заморачивались на Манюнс И у нас сегодня будет гость Ленка! Еленка! Что? Прямо сейчас, в нашем специальном выпуске позавчерашних новостей Очень специальный гость И он специально, так как у нас эко-повестка, выйдет из этого эко-куста Александр Гудков! Угадайте, кто я! Ты охотник и рыболов Охотник на самых красивых женщин в этом мире О, сексизм, сексизм! А как тебе в позавчерашних новостях, милый друг? Я в этом отношении девственник, так что ни разу не был. Спасибо вам за то, что лишили меня и этого удовольствия. Позавчерашние девственности. Итак, сейчас мы начнем слушать самые лучшие эко-новости в мире, а Саша и Лена будут великолепно шутить, а я постараюсь без допинок их прочитывать. Я очень похож на самого странного егеря. Так, Еленка, Александр. Шойгу выбрал не того для отдыха. Ты все-таки решил, чтобы мою программу закрыли, посидите по шутке. Первая новость. H&M Foundation вновь запускает премию Global Change Awards. Лена. Саша. Да, так. I'm agree with you. Крупнейшая в мире премия направлена на изменения модной индустрии, вновь открывает набор заявок для поиска инициатив, нацеленных на то, чтобы сделать моду безопасной для планеты, защитить почву, воду, биоразнообразие. Наше любимое биоразнообразие. Это мы с вами. Ты прям с языка снял, понимаешь? Биоразнообразие. Короче говоря, премия эта замечательная. Она создана для того, чтобы люди планеты наконец-то быстрее перешли от вот этого плохого, нехорошего, злого производства к осознанному, приятному и благочестивому, которое не портит планету, не разлагает природу и ее разнообразию не вредит. Понимаешь? Демоджа нет. Хотят, чтобы не было. Что делается для этого? Финансовая стимуляция. Трусы из пластика. Я жду их. Короче, самодельно. Каждый год группа экспертов выбирает 5 победителей, которые получают грант в размере 1 миллиона евро и получают доступ к годичной программе развития. Понимаешь? Очень хорошо. Да, вот я про кожу. Вы что-нибудь нормальное придумали для этого? Трусы. Сейчас я вам прочитаю несколько победителей прошлых лет, чтобы вы поняли, какие конкретные инновации были введены. По-любому это скандинавы. Ну, хорошие. В 2016 году был предложен вариант кожи из винограда, использование остатков от виноделия для создания полностью растительной кожи. Все, что мы любим. Виноделие. Виноделие, кожа. Green Nettle Textile, экологический текстильный волокна, произведенный из крапивы. О, так это супер, это как в сказке. Помните, девочка сшила из крапивы свитера для заколдованных принцев-лебедей? И она ходила на кладбище, собирала определенный вид крапивы, чтобы... На кладбище прямо? Да, кто ходит ночью на кладбище. Это была специальная крапива. Злая. Это была специальная сказка. Короче говоря, это придумал человек из Кении. Скорее всего, он был в Москве по делам, увидел эту сказку. То есть, это не только новости, да? Да, они называются либо братья-лебеди, или заколдованные принцы. Или крапивовые свитеры. Да, или ведьма с кладбища. Крапивная ведьма. Город кулинаров. Улица детских бутиков. Это вариантов много, я поняла. Это крапивовые свитеры. Друзья, кстати, я напоминаю, что перед нами сидит в полном шоке зал, которые молчат с каменными лицами. А ведь у нас обычная съемка на ней так всегда. А крапива, между прочим, почему выбрана? Потому что она растет высоко. И в том регионе, где предложили это предложение, там ее очень много в обилии. Она круглогодичное растение, то есть и в Кении ей не страшны. Никуда не мороз, короче. Там просто тупо нет. Уверен, там нет крапивы. И морозов. Из борщевика бы они придумали что-нибудь. Да. Было бы супер. Следующая инновация, которая способна изменить мир и экологию к лучшему. Одежда, способная увеличиваться в размере вместе со взрослением ребенка. Или по толстениям. Может быть такое, мне надо. Я для теть моего возраста. Есть такая одежда? Есть. Она называется семьяки. Чтобы я не закупалась после отдыха. Старые идеи, потому что есть, все же видели это полотенчик. Бросаешь его в воду, оно разбухает до размера банного. Оно вот такое, потом кидаешь и разбухает. Это сублимированные полотенца. Но детская одежда, она как бы в гармошку. Ну вот он ролик, в общем, зрители. Сейчас я вам попытаюсь рассказать, как это происходит. Берется ткань, которая как оригами сложена в много-много-много слоев, как новогодняя гирлянда, которая вот такая. Ой, а там... А там... А там ничего. Открывай. Ух. Хендем подсчитали, что лялечка вырастает за первые года жизни на 7 размеров. И естественно, 7 смен комплектов одежды. Это не экологично затратно и очень мешает нашей природе, как бы в этом. Он должен восполнивать свои ресурсы. Поэтому штаники, они как оригами. И маленький сначала спал, потом ел, потом полз, потом ходил, потом открыл ИП. Потом поругал мать. Написал трек. Потом сказал матери. Достойте, я сделал, почему штаны одни и те же. Я еду в Стокгольм. Нет, потом психолог после такой травмы. После этих штанишек. А вот в этих же штанах. Да ладно, на самом деле можно смеяться до конца своей жизни в одних и тех же штанах, но вещь действительно хорошая и очень правильная. Потому что многие родители, многие матери страдают от вот этого бесчисленного количества детской одежды, которая потом становится тупо не нужна просто через месяц. А как же знаменитые передаем друг другу, типа вот ползуночки собирают всегда. Вот вашему там неродившемуся владельцу пока вот, знаете, сбагрите. А у нас девочка, ничего страшного, она младенец. Ей идут эти команды. Гендерно-нейтральные ползунки. Ну, в общем, для того, чтобы избежать вот этого обмена ползунками принудительного, придумали великолепную инновацию, в которой одежда растет вместе с вашим ребенком. Я считаю это гениально. Удивление всегда. Шок. Покажи, как удивляешься. Лена. Вот так. Зрители, голосуем, кто лучше удивляется новой технологией? Как птицы, которые не дали зерна. Следующая инициатива, которая порадует нас не меньше. В 2020 году было придумано преобразование парниковых газов в экологический полиэстер. Это какая-то вообще невидаль. Это видео опять же очередное. Ребят, ну простите, еще технологии не ушли вперед. Я еще не могу вам показать, как это выглядит. Но они так как видео шуточного характера. Вот в трубу, значит, попадает газ, а из нее высыпается какой-то поликарбонат. Но это полиэстер. Так. В общем, говорят, что очень много полиэстеровой одежды создается на планете. Это очень ходовой материал. И чтобы заменить его вот с химического того плохого, с этих парниковых газов, то это великолепно, изумительно, поразительно и определенно благоприятно повлияет на нас. Так это можно, ты же, у тебя останавливают гаишнику, ты же в трубочку, у тебя влекислый газ. Тут же, чтобы гранула, одного гранула выпало, полиэстера. Понимаешь, Ива, жемчужина. Польза какая-то, чтобы была. Да, какая-то жемчужина от этих вот алкотестеров. Вдыхнул, и гранула полиэстера выпала. А потом штанишки стерезал себе из этих раз. Им же, на кокарды. Ого! Это биоорганическое шампанское. Конечно. На навозе. А твой костюм случайно не на вырост? Он растянется с годами? К сожалению, нет. Дорогие друзья. Дорогие друзья. Прямо сейчас мы с Еленкой. И с нашим любимым охотником на земле. Ребята, снимаем первые, позавчерашние новости. Прелюдия. И мы делаем это в самом большом ченделье России. И это, конечно, какой-то дикий прикол. Так все, всем пока. Мы в эфире. Бах-бах-бах-бах-бах. Это Саша показывает свинью из Сну. Погоди, которая на тазу eccала. Сусти же помните серию. Она ехала по своими делам. С тазом. Поп Ade vice стер Ok. Волк её сбил с ног. И, как она полетела. Друзья, вторая новость. едем дальше инновационный еленка это ты делаешь где-то дельфинчик пришел дельфину 50 лет ты в курсе дельфину флиппиум я представила сначала просто настоящего дельфина да настоящего дельфина а ну рэперу у нас есть чудесная новость про айри сацель который сто лет и вот туда бы так жирно пришел дельфин 50 лет я скажу там новости индустрии еще чего поехали смотрите у нас будет немножко перемешки для того чтобы у нас было не только пречендем но и про другие экоинициативы других классных брендов которые в принципе идут на благо нашей планеты и про других скандинавов икея открыла первый зеленый магазин в вене сейчас я вам покажу это бест так это вкус вилл так ну саша как-то хочет да нам передачу поломать вот он хочет добавить какого-то перца конечно вы пресные пока давайте я отсяду я подсяду мы тебе вон специально чип приготовишь это пенинсула это диванная пенинсула так полуостров по-английски пенинсула что ладно правда я не знала носки сползают это нет инновации не сползающие носки знаешь такое можно придумать а я слышала в былые времена были специальные такие вот как это крепление о познании крепления были что-то хранится тут икея открыла первый зеленый магазин в вене дизайн магазина который называется икея вест бахнов хов сильно хорошо прочитала кстати сильно отличается от традиционных больших синих коробок посмотрите пожалуйста это выглядит вот так что это будущее очень хорошо красиво приятно шикарно да вот так бы выглядел зарядье было бы оно икей да семиэтажное здание форме решетки олицетворяет природный оазис в одном из самых оживленных районов австрийской столицы на балконах магазина высадили 160 деревьев которые помогают сохранить прохладу внутри здания также в магазине установлена система солнечных батарей это еще не все у экологического магазина отсутствует парковка он рассчитан на покупателей которые будут приходить пешком приезжать на велосипеде или на общественном транспорте это тоже вклад между прочим в борьбу с пире как бы перри как это перегрузом наших дорог да не дорог углекислый газ машина сжигают топливо машины портят короче не людей автомобили магазине также отсутствует мебельный склад но всем желающим приобрести более габаритные товары сотрудники доставят все на дом в течение суток транспортировка заказов осуществляется с помощью электрогрузовиков а на моноколесе можно подъехать к этому зданию жонглируя яблоками только никакой пластмассы чем-то это осознанным явно тогда каким-нибудь ресайклингом и апсайклингом на двух верхних этажах магазина размещены общежития и большая солнечная терраса куда могут выходить посетители где в будущем планируется проводить различные мероприятия но не чудо ли ребята вот такой тебе магазин икея с общежитием и со всякими другими классными предметами для гендера нейтральных студентов я без смеха я не смеялась тоже давай пожалуйста эко-гендер появился такой уже не кажется это иван дурн он же это сексуал а гендер ну ладно а как тогда это будет это гендер дендрофил живешь растением я сегодня дендролюб друид древолюб он же друид я живу сосной пока мы не обсудили на это здание для россии это абсолютно непрактично потому что когда деревья создают вместо стен тепло холод прохладу прохляду 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 это мое второе имя спирбанки секретные слова прохляду ну так вот и я говорю то что у нас в любом нужны стены в любом горячей россии все что-то приедешь когда внимание дерево чтобы понимаем как только у нас вообще климатических зон существует в нашей необъятной родине и возможно краснодара дочи но на летний период но на 9 месяцев из 10 и такая икея было бы супер но не лишнее но не лишняя точно друзья мы очень гордимся с жителями вены за их новую киев и надеемся что мы на своих моноколесах сможем как-нибудь приехать краснодаре и приобрести парочку так сказать альтомов а что это они делают например зимой или осенью деревьев же опадают и голые стены слушай реально что там же они делают не получается просто стена голая недостроен а куда пошли наши деньги на экозадвижках выдвигается экостена и все прикрываются на друзья пишите в комментариях как вы думаете как люди в вене будут справляться с облетевшими этими деревьями если вы правильно ответите на этот вопрос мы пришлем вам что-то из икеи не правда логично давайте так вот сейчас на экране появится фотография того что мы подарим а придумаем это после записи вау вау подставка под свечу инновационная система луп поможет покупателям h&m превратить ненужный текстиль в новую модную одежду круто круто смотрите круто 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 у меня улетела у покупателей h&m в стокгольме опять там опять есть возможность превратить старую ненужную одежду в новую при помощи системы переработки одежды луп что это рассказываю использовать технологию при которой старая одежда распускается на волокна и собирается в новую одежда очищается измельчается из полученного волокна плетется пряжа которая затем используется для создания новой модной одежды почему это хорошо потому что используется меньше воды и меньше каких-то токсинов для произведения этой одежды чем для произведения полностью новой производства произведений. Что еще я хочу заметить? Технология требует добавления в процесс производства некоторого количества нового эко-текстиля, но разработчики продолжают активно работать над тем, чтобы максимально сократить эту долю. Важный плюс в том, что она не использует воду и химикаты, да, что значительно снижает воздействие на окружающую среду. Ваши комментарии, погнали! Не, ну я в шоке в полном. Допустим, распустить твое платье, возможно. Распустили платье. Зацепку сделать и пошла, знаешь, когда нитка поехала. А допустим, как распустить мой... С помощью технологии лук, естественно. А что мы сейчас вообще говорим? Что за глупый вопрос, Саша? Ну я помню, когда мама заставляла меня, опять же, да, распускать там жилетку, которая мне мала, мы распускали вот на это... Ну это вязаные вещи. И потом перевязывала в другие там варежки, либо, допустим, у моей сестры самое веселое было. У нас были ритузики для катания с горок, и Наташа росла, и мама там, да, как бы ритузики только дошивала разными цветами. Как будто годовые кольца у дерева. Но у Наташи вот здесь все время стерлась в паху, и мама здесь сделала макирование. закладку, и это выглядело как будто волосики. Это было так... Так мило. Так мило. У меня были зеленые, а у нее были коричневые с мокнатками. Это было так. И она стеснялась. Я говорю, ого-го, да ты половозрелая. А вам сколько? Шесть, да? Да, мне было шесть, Наташа девять. Откуда ты знал в шесть лет слова половозрелые? Не знал, я сейчас придумаю. Я говорю, просто ого-го-го. У тебя там мочалка. У тебя там мочалка. Что я могу сказать? Семья Александра Гудкова абсолютные молодцы, потому что это уже был первый шаг к эко и осознанности. Да, я вообще знаю, что действительно, когда я сказала, что расшивались жилетки, у нас такое было, что когда вещь тебе становится мала, в некоторых местах, ты можешь сшить вот сюда еще таки тканьку и вот так вот во все стороны расходишься. Теперь это дошло аж до волокон. Не обязательно делать ту же вещь, если у тебя была немодная жилетка, а ты просто сделал более широкую немодную жилетку. Нет, ты из этой жилетки сделал другие вещи. Моднейшие. Ну. Конечно. Была немодная жилетка, стала боди. Настроение немодная жилетка в прошлом. Только новая, только новые волокна. Следующая новость порадует всех любителей Александра Гудкова. Стирки, порошка Ариэль и нас Елена тоже, несомненно. Ариэль хочет снизить температуру стирки для сокращения выбросов углекислого газа. Саша. Ебой. Ариэль пот, Ариэль пот. Отрабатываю. Расскажи нам полностью. Когда ты стираешь при 30 градусах, ты меньше употребляешь энергии. Бренд Ариэль, а смотри, а тут ты с березками. Опа. Опа, на что, друзья. Смотрите. Ты ангел. Моя мама обожает эту рекламу. Говорит, Саша, наконец-то ты где-то красивый. Р-мам, ты меня видела? Нет, там ужасно. Ариэль, я жду эту рекламу, жду. Бренд Ариэль объявила намерение переключать потребителей на холодную стирку. К 25-му году бренд планирует снизить среднюю температуру стирки в Европе на 5 градусов. Друзья, революция. В результате предполагается уменьшить объем выбросов углекислого газа более чем на 6 миллионов тонн. Это только из-за этой стирки такое произойдет. Для реализации программы совместно с командой National Geographic разработал информационную кампанию Будущее за холодной стиркой. В России, как видите, за холодную стирку отвечает этот розовый ангел. Это надо делать. Эко. Эко. Не важно, при 60 градусах. А почему-то стирку надо тоже поговорить. В театре Дурова. Так. В Зверей Дурова. Есть номер, который до сих пор есть. Там то ли ежик, то ли барсук стирает белье на маленькой стиральной досочке. Давайте тоже это, как говорится, отпустим этого бурсука. Да блин. Можно стирать при 30 градусах. Лапки все стерты. 30 лет он стирает, это один тот же номер показывает. Вот так он на маленькой, как говорится, терочке стрет это бельишко. Почему он не ходит в этом белье, уверен, какой-то клоун скидает ему это грязное свое трико. Стирай, енот. И он как полоскун стирает. Стирай, енот. На счастье. Друзья, то, что вы ставите на своих стиральных машинках 60 либо 90. Уже никому не интересно. Никому не интересно. Это потому, что порошок Ариэль и все остальные порошки уже стираются при 30 градусах. Добавлю немножечко научной информации. Европейские исследователи компании показали, что 60% углеродного следа продукции, негативно действующего на окружающую среду, образуется именно при использовании в быту непосредственно во время стирки. Да мы каждый день своими руками губим, мать, природу. Остановитесь, стирайте при 30 градусах. В дополнение к информации компании была запущена экологическая реклама с известным комиком и телеведущим Александром Гудковым. Хорошим человеком. Который призывает переходить на стирку 30 градусов. Давай еще раз. Зато класс. Ребята, стирайте градусов. Отлично. Браво, следующая новость. Все стираем при 30. Дети, при скольких градусах мы стираем дома? Правильно, родители. Прям запрещайте детям доворачивать до 60 градусов. Реально. Да вы цифры дальше не учите. 30 и все. Это так же, как со спичками. Нельзя. Все. Это как сколько мне лет? 30 и все. Мы закончились. Дальше цифр нет. Там терра инкогнито. H&M анонсировал коллаборацию с иконой стиля Айрис Апфель. Дети, кто знает, кто такая Айрис Апфель? Поднимите руки. Одна рука, это и сама Айрис Апфель. Правда, вы все не знаете? Нет. Айрис Апфель это очень известная женщина. Это, ну, сейчас вот простите меня, это не ей жизнь, но она бабушка. Она прям бабушка. Настоящая бабуля хорошая. В этом году 100 лет Айрис Апфель. Она родилась в 1921 году. Это фэшн-икона. При Ленине. Ленина 24-м убили. Три года при Ленине жила. Айрис, ты такая фартовая. Раз уж у нас такая ситуация, и никто про Айриса не узнает, мы приготовили справку, которую я сейчас буду читать, и вы все будете вот с такими глазами, что они у вас дойдут до размера очков Айрис. Как это мой Айрис? А, я понял, что это. Все, друзья, Айрис, это огромный. Ну, вот это. Это фэшн-икона. Все, я понял. У нее вот такие очки, ребят. Вот такие очки. Она похожа на черепаху из мультика про львенка. Очень хорошая, добрая. Вот фотография. Айрис Апфель, как я уже сказала, 21-го года. Она три года прожила при Ленине. Ее мама владела бутиком, который очень быстро стал главной площадкой для игр подрастающей Айрис. Ей было восемь, когда она впервые произнесла фразу, знакомую каждой моднице. Лена, какую? У каждой женщины должно быть короткое боди. Черное. Просто тело, причем. Короткое черное тело. Ну, она была девочкой. Ты сестру дразнил. Она такие. Ей было... Так что? Мне совсем нечего надеть. А, это модная фраза? Это фраза, знакомая каждой дня. Про короткое черное тело. Очень модная фраза. Перейдем к основным вехам. Она, значит, работала ассистентом у иллюстратора Роберта Гудмана. Чтобы нам это дало, вообще ничего. Переломным моментом в ее карьере стал 48-й год, когда она вышла замуж. И они начали заниматься исторической реконструкцией текстиля. Они изучали старинные ткани. Они ездили по всему свету. Они ездили в Азию. Они ездили в Индию. Они рассматривали эти ткани. И именно они, в общем-то, сделали вот эти все невероятные furniture доступными для европейского мира. Поэтому ее так уважают и любят. И с годами Айрис все разрастало из своей, как сказать, профессиональной деятельности. Она стала дизайнером интерьеров. Вот ее ткани по всему миру распространились. Они были востребованы в лучших домах мира. Ими украшали свои апартаменты. Грета Гарба, Эстелаудер, Монгомери Клифт. Но главное признание Айрис получила, когда ее пригласили сотрудничать с Белым домом. Там уже сразу все пальцы залезли. В качестве дизайнера интерьеров она много лет работала в Белом доме, застав и пережив многих президентов. Такого, как Трумана, Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона, Никсона, Форда, Картера, Рейгана, Клинтона. И до сих пор Айрис жива. И слава богу, ей 100 лет в этом году. Аплодируем, Айрис. Наша девочка. В общем-то, до 92-го года происходило вся эта великолепная вакханалия с тканями и обслуживание тканями всех лучших домов мира. После этого Айрис в 92-м году. Это лучшая, лучшая биография из твоего рта. В 17-м году она была приглашена для создания лимитированной коллекции от Илья Сваровский. Была лицом итальянского влог, появлялась на обложке радикального модного британского журнала Day Stay Confused. Остается одной из ключевых моделей косметической фирмы Мак. В 19-м стал одной из самых возрастных моделей, подписав в возрасте 97 лет контракт с агентством АМГ. Круто? Очень. Великолепно. А была ли она связана как-то с большеведчикой? А? С большеведчикой никак, но с H&M. Вот так. Сейчас я тебе сейчас как прочитаю. H&M анонсировал коллаборацию с иконой стиля Айрис Апфель. В честь ее столетия H&M создадут коллекцию одежды и аксессуаров, вдохновленную неповторимым стилем Апфель. Коллекция видит цвет уже в начале 22-го года в избранных магазинах H&M и на сайте бренда. Все вещи из коллекции будут созданы из переработанных и экологичных материалов, а украшения и аксессуары из материалов, доступных для переработки. То есть... То есть... Коллаба у Айрис Апфель и H&M. Это, извиняюсь, не пошлое Молли Элджей. Ну блин, у меня с ней был неудобный, точнее обидный момент, когда в Каннах во время Каннского кинофестиваля у меня должна была быть с ней встреча... А ты была в Каннах, значит, значит, я была на Каннском фестивале. Надо отмотать, спросить, спросить, спросить. Саша, спроси, я была на Каннском фестивале? Ты была на Каннском фестивале. Да много раз! И вот в один из этих разов у меня должна была быть встреча с Айрис Апфель в рамках другого кампейна, в рамках другой рекламной истории. Но организаторы опоздали на встречу с Айрисом. И Айрис Апфель потом не пришла со мной на встречу. Я, конечно, разобиделась, но вошла в положение. Все-таки надо понимать, человек восстанавливал ткани примерно 100 лет. Ну да. Для всех президентов. Для всех президентов. Ладно. Я так и быть потенцирую. Кроме встречи. В общем, счастливое обстоятельство, круто-круто-круто, поздравляем Айрис за сотрудничество, 100 лет, ура, у-у-у-у-у. Ой, Саша забыл сказать, кстати. Еще день рождения один есть. Да. А между прочим, у Дельфина 50 лет. Утфу, еди ты. Когда Дельфину будет 50, он тоже сделает какую-нибудь коллаборацию. Фу, 50, 100. Что? Он тоже сделает коллаборацию с Айрисом, я думаю. Грустная. Самая грустная коллекция Айрисом в истории. На нее смотришь и сразу знаешь, там первую любовь вспоминаешь. Папа-папа. Это музыкальная одежда. Поехали дальше, третья новость. H&M. H&M представили коллекцию Recycle Denim. 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 Recycle Denim. 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 Впервые H&M выпускает коллекцию, которая целиком создана из переработанных материалов. Целиком, вообще вся. Это не только Denim. И пуговки. И нити, и карманы, и лейблы. И даже частично переработанные молнии и другая фурнитура. А это как раз пуговки. Приколдес. Приколдес. Также эта коллекция Denim создана без использования вредных химикатов. И стирка этих джинсов не причиняет вреда окружающей среде. Как она не причиняет вреда, если по-другому стирает? Но меньше выделяет чего-то плохого сама по себе. При производстве вот этого Denim'а уже не используются какие-то ядерные химикаты. Вы же понимаете, как было раньше? Производственная революция. Все люди дорвались до дешевых материалов. И было чем хуже, тем лучше. Потому что чем больше мы вот так вот там намешали в пробирке на коленочках, тем быстрее и дешевле получились у нас джинсы, вещи и так далее. А сейчас мы пытаемся уйти от этого. Оттого и так важно уходить в сторону переработки, в сторону ресайклинга, апсайклинга. И как это называется? Ре... Когда второй раз вещи носят. Реюст. Мы выдумали это слово. Винтаж. Рефьюст. Реномэ. Бьем многообразие. Бьем многообразие. В общем, вот тут мы это слово помним и подпишем. Смотрим фотографию коллекции. Смотрим фотографию кампейна. Ребята, мы не можем вам показать. Вот смотрите. Это только Denim. Это все, и пуговки, и молнии, все переработано. Майки вот эти переработаны. Красиво сделали. Но все хорошие. Кстати, прошу обратить внимание, что вы смотрите на трех ангелов в кадре, одетых с иголочки только в одежду H&M. Это новая, так сказать, осенняя у нас коллекция. Если вы думаете, что это военторг, не вы ошибаетесь, друзья. Это то, что, как говорится, военторг вместе... Отверг. 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 Как слишком эпатажно. Хотя, на самом деле, спрайтиться в райском саду, сам Бог велел. Мы с Еленкой такой, знаете, у нас настроение кампейново. Эти вещи вы можете увидеть, прям вот знаете, ну прям очень хорошие. У нас на главных кадрах. И они нам чертовские идут, читаю я. Ты спрайт, ты фанта, а я тархун. Очень хорошо. Мы довольны твоей шуткой. И я зря пришел. Спасибо. Молодец. Билли Айлиш вышла на Мэтт Галла в платье Оскар де Лорента с условием, что бренд откажется от натурального меха. Хотелось бы обсудить эту новость, да, со всех сторон, потому что выход в платье Билли Айлиш на Мэтт Галла... А, то, что была как императрица. Почему вся планета говорит, что это хорошо? Я читала единственную какую-то новость, что она заявила, что от нее подписывались люди в инстаграме после этого выхода, потому что люди боятся большой груди. Люди боятся платья Тор. Ого, настолько уже. Но ее мнение большой груди. Но мое мнение, что это был жуткий лук. Во-первых, хотелось бы встретиться со стилистом Билли Айлиш, если вы смотрите эту программу. Пожалуйста, напишите мне, почему Билли в 13 лет выглядит настолько, как Айри Сапфель. Это ненормально. Она же красивая юная девчонка. Вот это платье Торт, прическа Иры Аллегрова. Зачем кто с ней это? Ну подожди, секунду. Кто сделал с ней это? Давайте вот так, по другой стороне зайдем. Потому что, подожди, наш Мэтт Галла, это же балл... Наш, наш. Наш уже, наш, наш Мэтт Галла. Ну там все были. Мэтт Галла, это же балл дизайна красоты. Почему бы и не показать и вот такое. Такое же шьют. Есть чем крыть, смотри. Просто в последнее время, именно в случае Билли Айлиш, был очень резкий переход от мешка Гуччи, балаклавы, какого-то мешка Донда. На вот этот вот стиль женщины. Может это не стилист поменялся? Может быть. То есть она в мешке вся с зелеными волосами. Хоп, склейка. Она Ирина Аллегрова. Ну она теперь везде Ирина Аллегрова. Ирина Аллегрова на Мэтт Галла. Ирина Аллегрова в инстаграме. Ну, слушай, я не знаю, может у нее там какой-то пубертат произошел? Может у нее какой-то... Она решила быть женщиной взрослой. А может быть вообще проще. Она увидела Ирину Аллегрову, она стала ее ролевой моделью. Ира. До этого она не знала. Ирина сам, но тут... Я же могла быть императрицей в США. Почему я упустил этот шанс? А ну-ка и... Вот, собственно, и новая песня Билли Айлиш. Ждем на Грэмми. А если, например, Ирина Александровна ответит, как... Перевоплотиться Билли Айлиш? ...ждет Алаверды, модная, и станет, значит, мошковатую донду. Я его посмотрела. 3 августа Марка Оскар де Лоренто заявила, что они отказываются от натурального меха из-за того, что Билли Айлиш пригрозила им не надеть их платье на Мэтгалла и пальцем. И вот они поддались на это и очень здорово. То есть она сделала ультиматум? Да. Великой компании? Либо меха, либо я. На самом деле... Она инфлюенсер-террорист. Она инфлюенсер, молодец. Все мировое сообщество сказало, Билли, ты суперкрутая, что ты используешь свою популярность не только для того, чтобы быть популярной, но и для того, чтобы влиять на такие крупные мировые компании. С помощью своего имени. И на эко-повесочке. Спросите, что я чувствую по этому поводу. Скажи. Разное. Когда я была на показе Оскар де Лоренто в Нью-Йорке, я плакала на показе вот такими слезами, когда я увидела эту шубу. Кстати, вот оно, это видео. Кстати, вот пока я его снимаю, я ей плачу. А как платишь? Нет, там было видео, будет? Ну, я либо себя, либо шубу. Ее вывели по белорученьке. А ты надвигаешь. Я и вырвала. Я плакала от красоты. Я просто офигела от такого вида и как мне жалко. Естественно, это правильно. Не нужна эта натуральная меховая одежда. И права ты, Билли, или что? Стоп, вопрос. Шубы из кого было? Из натурального животного. Из крокодилов тоже убивают, извиняюсь, на ферму. Нет, я знаю, что есть сейчас какое-то понятие такое, как этичная, этичная кожа. Ну да, есть такая тема, когда животных не убивают специально ради вот этого изделия. Когда животное, допустим, само своей смертью от старости, вот случайно. О, сюда и лисица. О, не бойся. Она сама приходит к Осколу Долоренто и говорит, у меня три дня осталось. Я все возьму, забери. Давай мне в лапку ручку, я подписываю эвтаназия. Отдаю свою шкурку к Осколу Долоренто. Ребята. А внутренности отдаю музею поле чудес. Вы знаете, это должен был быть этичный, с эко-повесткой, очень толерантный и хороший выпуск. Этичный. Да, лисица подписала эвтаназию для Оскара Долоренто, чтобы он сделал из нее шубу. Давайте перейдем. Это выдумка. Мы переходим к новости про ватные палочки, и это станет завершающей новостью нашего выпуска. Мои любимые. Меня дразнили ватной палочкой. Почему? Ну, типа, у меня голова больше, чем тело. А кто? Коли. Имена. Гнида, кабан и косюлька. Выезжаем. Ну что ж, завершающая новость. В России могут законодательно запретить одноразовую посуду и ватные палочки. Бэм. В перечень запрещенной к производству продукции могут войти цветной пластик и коктейльные трубочки. С чем мы всех и поздравляем. Супер новость. Во-первых, во многих классных барах и заведениях, в которых мы с Еленой часто бываем. Но ты нет. Я точно нет. Я пью из горла. С тобой мы пьем до сих пор. Сразу в глаза закапливаем. Вот. А мы с Еленой угощаемся, чтобы поману. И металлические, и всякие какие-то... Макаронные. Макаронные. О, да, был такой в нашей жизни. Бумажные такие трубочки. Причина запрета ватных палочек, трубочек и одноразовой посуды, то, что создаются они из неперерабатываемого пластика. По прогнозам экспертов, к 30-му году можно вдвое сократить объем мусорных захоронений, если применить всего лишь вот эти меры. По результатам исследования, проведенными сервисом Суперджоп, большинство россиян готовы отказаться от одноразовой пластиковой посуды. Когда вы последний раз ели из пластиковой посуды? Ну, не вообще никогда, мне кажется. На пикнике в 16, не знаю. А, фиши? Да. Нет. Ребята, самый странный лайфхак, что это такое? Я раз чистил свои уши, так называемые фитосвечи. Вы использовали такую штуку? Ты лежишь, вот на этой стороне, здесь такая трубочка. Покажи, как лежишь, нормально. Есть такая трубочка, она из воска, абсолютно экологичная. Вот так ты лежишь, вот так себе в ухо вставляешь. Тут такая, как бы, знаешь, когда свечку ставишь в церкви, чтобы не капало. И поджигаешь ее, тяга внутри трубочки вытаскивает ушное грязюку. И сгорая, ушное дно, сгорая, вытаскивает из тебя, как бы, эту пробку. Потом встаешь и слышишь абсолютно свежие вещи, да. Свежие вещи? Как будто ты линзы в глаза вставил. Настолько круто. Да. Мы с тобой сидим и слышим, как в Черном море дельфин говорит. Спасибо, Павелена. Вообще-то, на самом деле, очень большое количество лоров. Они говорят, что нельзя использовать эти свечки, это вредная, плохая история. Но вот видишь, мнения разделились. Как экспириенс. Да, не, я говорю, не говорю, не говорю, не говори. Как аттракцион, да. Да. Не говорю, что это вечер так свой, как бы, как это, приукрасить, либо забить. Нечем там. Ну, посмотрели этот выпуск игры на ТНТ. А потом надо что-то почистить уши. Конечно, фитосвечу. Друзья, если честно, мы бы уже готовы всех отпустить и запустить самый большой H&M в России. Работать на полную катушку вместе с музыкой и аплодисментами. Но нам нужно раздать подарки очень быстро. Итак, в позапрошлом выпуске позавчерашних новостей. Поаплодируем Машу Миногаровой, она так много говорит. Рано, 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 перестаньте. Я знаю, мне очень нравится, что ты очень много говоришь. Так классно. Спасибо. Пожалуйста. В позапрошлом выпуске у нас был особый розыгрыш. Мы просили вас поздравить позавчерашние новости с днем рождения. Написать комментарий, сделать какой-то, может быть, тик-ток или какой-нибудь рилз. И в итоге победила сториз. Или рилз, я не разбираюсь уже. Девочка или мальчик. Какой-то человек сделал мультик пластилиновый, где у нас разговаривают ротики, моргают глазки. Мы сидим на диванчике. Вот оно, это видео. Мы уже год узнаем самые популярные, интересные, актуальные новости. И я думаю, что сережки и балансиага отправляются вот туда. Большое спасибо. Второе. По результатам розыгрыша прошлого выпуска набор от Сергея Наумова получает вот этот замечательный человек. Сам Сергей Наумов. Не мешайте, мы не можем открыть магазины за нас. Вот, пожалуйста, напишите по Веленке. Нет, все победители, пожалуйста, пишите на эту почту свои данные, и мы вам все подарочки пришлем. И наконец, книга... Лично от меня. Книга господина Пелевина от Литрес, подарочное издание в шикарном светящемся боксе, отправляется вам. Вот здесь Лена Монтажер напишет имя этого человека. Все, вы победили, поздравляю. Финальное слово. Все больше брендов задумываются об осознанной моде. Возьмите меня за руки. Давай. Как будто мы секта, давайте. Все больше брендов задумываются об осознанной моде, о том, что сократить вред наносимой природе модной индустрии. Марки выпускают upcycle коллабы, отказываются от меха и натуральной кожи, переходят на переработанные и органические материалы. H&M лидер в области экоинноваций и первый глобальный игрок мирового рынка, делающий реальные шаги в рамках эко-повестки. Бренд первыми в мире запустил компанию по сбору, сортировке и переработке старых вещей, усередил премии в области экоинноваций, инвестирует в производство переработанных и органических материалов, а также в возобновляемых источников энергии. Браво! Спасибо вам! Поставьте колокольчик, сделайте нам подписку, поставьте комментарий, напишите привет Александру Гудкову, и вы получите его совершенно сумасшедшую гобелевую кепку. Посмотрите, как будто плачут небеса, о любви и мечте, а вот может и я. Это были позавчерашние новости, спасибо, всем пока! Чё, тут и мечты? Захотел быть мечтой, переработанной, твоим не веря глазам миллионы раз.